Я вас приветствую на канале Просветок. Сегодня осень и мы хотели с вами немножко поговорить о работах, которые можно проводить в саду. Первое, это не забывать, что в начале осени мы должны приобрести побелку для деревьев и побелить все деревья. Что это дает? В феврале месяце уже солнышко пригрывает и темные стволы начинают чувствовать тепло. Они через капилляры пропускают сок. Днем на темном стволе тепло, сокодвижение идет по стволу, по капиллярам. Ночь наступила, минусовая температура и вот эти вот сокодвижения останавливаются и в этих капиллярчиках сок может замерзать и разрывать капилляры. Поэтому наша задача оттолкнуть солнечные лучи в феврале-марте месяце от стволиков наших деревьев. Каким образом? Побелить сад. Я белю сад в начале осени, это где-то сентябрь месяц. Вот у меня специальная есть кисть, я ее приобрел в магазине, приделывал сюда палочку. Для чего? Удобнее работать с этой кистью на расстоянии, потому что когда вы белите деревья, брызги все-таки идут от краски и вы можете вот к концу дня стать как Дед Мороз белая. Поэтому рекомендую вот такой кисточкой пользоваться. Многие мне задают вопрос, чем подкормить сад? Все, что у вас есть, это органика, это древесная зола, это комплексное удобрение. И желательно не только их подсыпать под крону деревьев, но еще и перекопать под кроны деревьев, для того, чтобы сразу вот эти питательные вещества дошли до корней. И с весны они начали работать. Дальше, смотрите, где основная масса корней находится у дерева. Вот по краю кроны. Вот здесь основная масса корней. И в следующем году эти корни уже будут дальше уходить от ствола. Поэтому у многих я прихожу в сад, вижу возле ствола, вот, кругом разложены удобрения и навоз. Это неправильно, потому что здесь корней мало. Вот основная масса корней питающих находится вот на таком расстоянии от стволика. Поэтому и здесь, где-то вот на расстоянии этого дерева 50 см, мы должны основную массу удобрений ложить и потом перекопать. Есть несколько приемов заделки удобрений. Если у меня уже есть перепревший навоз, я как могу делать? У меня есть бур. Я буром на сантиметров 20-30 выкручиваю 6-7 отверстий на глубину 20 см и туда закладываю навоз. И таким образом он практически расходится от щели до щели. Вот как мы прокрутим буром. И полностью по всему, по всей окружности корней эти удобрения сразу начнут перерабатываться и приниматься корнями. И это будет хороший эффект. Я также делаю виноград, потому что виноград у меня уже не один год растет. Он постоянно требует подкормок. Таким же образом я буром просверливаю отверстие и туда закладываю удобрения. Итак, у нас в саду осенью много работ, о которых мы иногда забываем. Вот взять, например, профилактика от мышей. Особенно в молодом саду бывает, что посадили молодые деревья. Весной мы приходим, а где-то от земли на 5-10 сантиметров стволики полностью мышами обгрызены. Особенно это происходит в такие годы, когда много снега. И этот снег проседает, и под снегом эти мыши там бегают, как им только заблагорассудится. Иногда люди, для того, чтобы их не пускать стволиком, просто протаптывают снег возле стволов. Но лучше всего это делать, ложить протравки. Каким образом? Вот у меня есть штурм, такой ядохимикат от мышей. И я делаю небольшие кулечки. Сейчас я вам это покажу. Вот у меня специальная бумага, такая плотная. То есть, если мы этот кулечек сделаем и положим под деревья, он не размокнет. И даже сам ядохимикат останется ненамокшим и очень аппетитным для мышей. Вот смотрите, сделал кулечек. Дальше. Ну, поскольку вы работаете с ядохимикатом, и у меня даже видите, на емкости написано штурм, это название ядохимиката. И я написал яд, то есть, чтобы кто, чужой даже человек, эту канистрочку не возьмет с этим препаратом, знал, что здесь яд, и надо оберегать свое здоровье. Даже, видите, у меня в комплекте есть перчатки. То есть, прежде чем работать с этим штурмом, я одеваю перчатки, и уже в перчатках буду заправлять в кулечки этот ядохимикат. Его немного надо в кулечек засыпать. Ну, вот видите, насыпаю пол кулечка и хорошо его закрываю. Вот образец вам. То есть, в таких кулечках, кулечка у меня целое ведро получается. Я эти кулечки, как семена, рассыпаю, хожу по саду перед морозами. И мыши уже через неделю-две, если где-то их скопление, они уже их находят. Я могу даже определять, что есть погрызенные кулечки, и они выедают отсюда этот ядохимикат. Вот, значит, здесь вот у них где-то скопление, и им надо еще подсыпать этой протравки. Вот таким образом разбрасываем под деревьями. Особенно рекомендую вам это делать у голубики. У голубики почва очень рыхлая, и по весне, если не протравить мышей, там просто ходы вы будете находить. Соответственно, они не только ищут себе еду в виде всяких жучков, червячков, но и могут и корни погрызть. Для того, чтобы у вас не было проблем с мышами, не оставляйте в саду мусорные кучи компостные. Потому что у меня был случай, вот, лежала гора травы, не вывезенной, вот, и не сложенной отдельную компостную кучу. И весной я прихожу, а рядышком были прикопаны саженцы, и саженцы были повреждены мышами, потому что мышки от этой кучи к саженцам и обратно целую зиму бегали. Приходит зима, уже снег выпал, и у нас в саду мы замечаем следы зайцев. То есть, эти уже зайчики к нам приходят и могут тоже много вреда наделать. У меня знакомые рассказывали случай, приехали на дачу перед зимою, заяц забежал, а уезжали, калитку закрыли. И этот заяц за две недели там и кусты, и деревья все повредил. Поэтому рекомендую вам, вот, тоже от зайцев какие-то работы проводить. Что я делаю? Значит, самый такой простой способ, вот, у меня есть строительная сетка. Она дешевая в магазинах, вот, рулонами продается. Я беру эту сетку, разрезаю на небольшие полоски и делаю из них гильзы на деревьях. Видите, у меня тут все в комплекте есть. Остается только эту сетку разрезать. Так, вот, подготовили такую полоску. Ну, шириной где-то 20-30 сантиметров. Смотрите, как это все просто делается. Не надо в лес идти, где-то еловые лапки рубить, повреждать елочки. А вот таким вот образом мы обмотали дерево, стволик. Вот у меня есть специальная алюминиевая проволока, очень удобно. Потому что, если будете веревкой завязывать, надо еще одна пара рук, чтобы держать сетку, держать веревку и кому-то узлы завязывать на веревке. А так, вот видите, я кусочки алюминиевой проволоки подготовил, крутанул. Вот, в двух-трех местах вы эту проволоку скрутили. И даже, обратите внимание, опускаем эту сеточку, она эластичная, мягкая, опускаем до самой земли, и тут даже, когда уже снега порушит, даже от мышей, мыши даже через такую сетку не проскочат. То есть, таким образом мы даже и от мышей сохраняем деревья на целую зиму. Можно эту сетку даже летом и не снимать. Только, если уже вы тут обрезку делаете или хотите побелить, тогда сняли и опять ее привязали по осени. Уже поздней осенью, я знаю, у многих садоводов появляется много времени, вот, и они не знают, чем себя занять. И зачастую я вижу, что берут секаторы, пилки и начинают обрезку деревьев. Какие тут есть плюсы и минусы? Ну, то, что обрезают деревья, это хорошо. Но, с другой стороны, вопрос возникает, когда лучше деревья обрезать? Осенью или весною? Я считаю, что обрезку надо делать весной. То есть, мы любую веточку обрезали, через месяц у нее уже высокодвижение появляется, тепло наступает, и этот срез начинает зарастать. И, таким образом, в эти зарастающие срезы не попадают болезни, они не высыхают, не подсыхают, и, ну, будем говорить, вреда от этой обрезки мы никакого не видим. Если же мы осенью обрезали, значит, вот эти особенно большие срезы на деревьях, они подсыхают, древесина подсыхает, как бы там ни было, как бы мы не замазывали, не закрашивали эти срезы, все равно древесина будет подсыхать. И в следующем году весною уже она не так будет эффективно пропускать через себя соки для дерева. Многие мне задают вопрос, чем осенью обработать деревья. Ну, есть несколько вариантов. Я обрабатываю мочевиной или азофосом. Уже когда опадает листва, я по деревьям прохожусь в такую сухую погоду и их обрабатываю. Обрабатываю присвольные круги, потому что падает листва, эта листва частично больная уже к концу сезона, поэтому вот эти профилактические обработки листвы, оно тоже как бы делает задел на следующий год. И в следующем году ваши уже деревья будут более так себя чувствовать комфортно и даже при неблагоприятных условиях не будут болеть. Когда начинают обрабатывать деревья, всегда... Возникает вопрос, какой раствор делать? При вникорневой обработке летом я мочевину добавляю на 10 литров воды 50 грамм. Если же нам надо обработать уже деревья осенью, увеличиваем в 10 раз. То есть получается, что пол-литра мочевины на ведро воды. Таким концентрированным раствором мы обрабатываем. Сегодня мы с вами поговорили о осенних работах в саду. Я надеюсь, это поможет вам подготовить сад к следующему году и получить хороший урожай. Так что, хороших вам урожая и берегите себя. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok